Евангелие от Луки 10 глава Евангелие от Луки 10 глава 38 стих Давайте мы его вместе с вами прочитаем Луки 10, 38 В продолжении пути их пришел он в одно селение Здесь женщина именем Марфа Приняла его в дом свой У нее была сестра именем Мария Которая села у ног Иисуса и слушала слово его Марфа же заботилась о большом угощении И подойдя сказала Господи, или тебе нужды нет Что сестра моя одну меня оставила служить Скажи ей, чтобы помогла мне Иисус же сказал ей в ответ Марфа, Марфа Ты заботишься и суетишься о многом А одно только нужно Мария же избрала благую часть Которая не отнимется у нее Представьте себе человека Которого вынесло на берег Вы видите этого человека Подбегаете к нему Начинаете щупать пульс Подносить зеркало к рту Чтобы увидеть, есть у него дыхание Щупаете, трогаете его И в итоге вы кричите Да! Он живой! Чарльз Пержин однажды использовал Подобную иллюстрацию в своей проповеди И после этой иллюстрации он сказал следующее И такими же являются множество из вас Приходится искать признаки и доказательства Чтобы понять, что вы живы Вас просто вынесло на скалу И все Но посмотрите на многих из нас Нам не нужны признаки и доказательства Мы живы И мы знаем об этом Мы можем разговаривать И смеяться Есть И пить Заниматься делами Мы абсолютно уверены, что мы живы Потому что мы в хорошем здравии Так же и с христианами Продолжает Чарльз Пержин Так же и с христианами Когда они находятся в хорошем духовном здоровье И могут много сделать для своего Господа Благодаря божественной благодати Я бы Говорит Чарльз Пержин Я бы не удовлетворялся лишь тем Что я живой Дорогие друзья Для того, чтобы иметь Духовное здоровье Для того, чтобы постоянно не искать Признаки духовной жизни И думать А живой этот человек или мертвый Духовно Нам необходимо Постоянно расти Живой человек Он Как сказал Чарльз Пержин Он просто живет У него не нужно искать признаки жизни Он живет нормально Здоровой жизнью И этот процесс здоровой христианской жизни Называется ученичеством Когда мы учимся Мы ученики Христа Мы у Него учимся Мы растем Мы Его познаем И Мы с вами всегда должны учиться У нашего Господа И текст Который я хочу Чтобы мы с вами сегодня разобрали Вот этот текст Который мы прочитали Как раз и показывает нам Кто такие ученики Чем они отличаются Что особенного в учениках Я хочу Чтобы мы с вами сегодня На него посмотрели Но прежде чем мы посмотрим Посмотрите Самое начало Тридцать восьмого стиха Мы его прочитали Написано В продолжении пути их Пришел он в селение Я надеюсь Что у вас сразу возникает вопрос Когда вы читаете Похожие слова Допустим Вы начали читать Тридцать восьмом стихе В продолжении пути их Я надеюсь Что вы сразу спрашиваете А что за путь? Какой путь? Куда он идет? Зачем он идет? И тогда нужно сразу посмотреть Куда он идет И почему он идет? В какой путь у Христа? Я хочу сказать Что Лука удивительным образом Построил свое Евангелие Что в нем есть Четыре основных части Самая первая часть Евангелия от Луки Идет до четвертой главы Тринадцатого стиха Где Лука Описывает подготовку К служению Иисуса Христа К выходу его на служение Затем во второй части Лука пишет о том Что Христос пошел И проповедовал Евангелие в Галилее Что он провозглашал спасение В Галилее И эта часть идет По девятую главу Пятидесятых стих Интересно, что главы Не делятся ровно там Где заканчиваются части Которые Лука Как бы подразумевал И вот с девятой главы Пятьдесят первого стиха Начинается как раз та часть В которой мы с вами находимся Посмотрите Если вы перенете буквально Одну страницу назад Девятая глава Пятьдесят первый стих Там написано Когда же приближались Дни взятия его от мира Он восхотел идти в Иерусалим Это начало Следующей большой части Которой Лука посвящает Основную часть своего Евангелия С девятой главы Пятьдесят первого стиха По девятнадцатую главу Двадцать седьмой стих Лука пишет Иисус идет из Галилеи В Иерусалим Это не значит Что Иисусу нужно было Столько времени Чтобы добраться до Иерусалима Нет Здесь написано В пятьдесят первом стихе Что Христос Уже видит Конечную цель Что он не просто Нужно было дойти Из Галилеи До Иерусалима Нет Его путешествие Заключалось в том Что он идет На Голгоф И вот это вот все путешествие Как раз Лука Описывает в этой большой Третьей части Потому что последняя часть Будет как раз Описывать смерть и воскресение Иисуса в Иерусалиме А вот в этой третьей части Он говорит об ученичестве Потому что в этой большой части Лука особенно посвящает Время тому Чтобы показать Как Христос В это время Учил своих учеников Чему он их учил И он говорит о том Что здесь как раз Христос показывает Кто его ученики Он призывает еще Дополнительных 70 учеников В 10 главе Затем он говорит им О жизни ученика И затем он говорит О богатстве Затем он говорит О последнем времени О послушании О Царстве Божьем Очень много разных тем Связанных с ученичеством Или с тем Что значит жить На этой земле Пока Христа с нами нет Вот это все Лука объясняет В этой большой части Своей В третьей части Своей Евангелия И вот мы с вами Как раз здесь находимся Где он говорит Об ученичестве И более точно Вот в этой части Своей большой Третьей части Лука говорит О том Что Христос Учит их Учит Как жить Жизни ученика Или как быть учеником Как быть Вот настоящим учеником И кстати Здесь чуть-чуть раньше Он говорил О добром Самарянине Если вы посмотрите Чуть выше Была притча Которую Христос Рассказывает О добром Самарянине И он говорит о том Что здесь как раз Характерная черта Ученика Что он Он готов Служить ближнему Он хочет Служить ближнему Также Здесь он показывает Что В нашем тексте Что ученик Готов Служить И дальше В 11 главе Он показывает Что ученик Постоянно молится Что это неотъемлемая Часть ученичества Все это так Расположено Для того Чтобы мы могли Понять Что ученики Они характеризуются Этим Они характеризуются Любовью к ближнему Они характеризуются Своим отношением К служению И конечно Своей полной Зависимостью От Бога Который проявляется В молитве Но если мы опять Вернемся К нашему тексту Вот мы посмотрели Как он его Лука расположил Что он расположил В этом контексте Для того Чтобы мы увидели Что конкретно Лука хочет сказать Что Христос Показывает О жизни ученика Что мы можем Решить Вот здесь В отношении Марфы и Марии Вы знаете Очень часто Этот текст читается И все К чему он сводится Это к простому Есть такое слово Морализаторство Не знаю Слышали такое слово Морализаторство Это когда говорят Ну вот Иди делай то Не делай вот этого Или не делай этого Делай то Вот Свели к таким простым Моралям И все Будь похож на Марию Не будь похож на Марфу Или наоборот Будь похож частично на Марфу Не будь похож частично на Марию Что угодно Но это простое Морализаторство И я хочу Чтобы мы с вами Пошли чуть глубже Посмотрели А чему же этот текст нас учит. Реально, если мы видим, что этот текст говорит о жизни ученика, чему он нас учит. Я хочу, чтобы разбирая это повествование, мы ответили на два вопроса. Два вопроса, которые, я думаю, помогут нам лучше понять жизнь ученика Христа. Два вопроса, достаточно простые. Первый вопрос, что характеризует ученика Христа? И второй вопрос, мы рассмотрим с вами чуть позже, какое служение ученика угодно Христу? Давайте посмотрим на первый вопрос. Первый вопрос. Я надеюсь, что он поможет вам, потому что я, когда разбирал, он помог мне. Лучше понять жизнь ученика. Вопрос такой, что характеризует ученика Христа? Посмотрите снова на 38 стих. В продолжении пути их, и мы уже знаем, что это продолжение пути, потому что Христос решил идти в Иерусалим. То есть у него есть цель, куда он движется. Не цель просто прийти в город Иерусалим, потому что во время этой цели он несколько раз будет приходить и уходить из Иерусалима. Его цель, когда он идет в Иерусалим, он понимает, что он идет на Голгофу. Так вот, в продолжение этого пути пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра имени Марии, которая села у ног Иисуса и слушала Слово Его. Мы точно не знаем, когда произошло это событие. Интересно, что только Лука описывает это событие, ни одно другое Евангелие не описывает это событие, поэтому нам даже не с чем сравнить. И поэтому у нас нету точной даты, когда оно происходило. Лука даже не называет селение, в которое они пришли, потому что для него это было не самое важное. Но мы из Евангелия Иоанна знаем, что это селение называлось Вифания. Откуда мы знаем, что это была Вифания? Ну, потому что мы в Евангелии Иоанна читаем, что Марфа, Мария и их брат Лазарь жили в Вифании. Тот Лазарь, которого Иисус потом воскресел. Похоже, что вот этот раз, когда они пришли, когда Христос с учениками пришли в дом к Марии с Марфой, это был первый раз. Похоже, что в этот раз они впервые только встретились. Именно поэтому Луке приходится представлять Марфу, Марию, писать, что вот Христос пришел. Он должен их представить. Но если читать Евангелие дальше, то мы знаем, что после этого раза Христос с учениками будет частым гостем в этом доме. Достаточно часто Христос будет приходить к ним, останавливаться у них. Более того, мы знаем, что когда Лазарь заболел, сестры послали ко Христу посланников и вестников, и они говорят ему такие слова из Иоанна 11 главы 2 стиха, они говорят, вот кого ты любишь, болен. То есть Христос полюбил эту семью. Более того, из 12 главы Иоанна Гатриана мы читаем, что Христос любил Марфу, что Христос любил Марию, он любил Лазаря. Он любил эту семью, и он достаточно часто у них останавливался, особенно в последнюю неделю своей жизни. Почему он достаточно часто останавливался? Вифания была очень близка к Иерусалиму, 2 мили, 3.2 километра, или 3.2 километра, кому легче в километрах. То есть, ну буквально сколько там, на гору подняться, и там была Вифания. Поэтому в последнюю неделю, когда Христос каждый день приходил в Иерусалим в храм, и он там учил, вечером он уходил, и скорее всего, написано, что он уходил на гору Иллионскую. Скорее всего, что он оставался либо у них, либо там написано еще, может быть, дом Симона Паркаженова был в Вифании, в котором он вполне возможно тоже останавливался. Но я думаю, что достаточно часто Христос останавливался у Марфы и Марии. И что мы видим здесь, в нашем тексте? Мы видим, что Марфа приняла его в дом свой. Марфа открывает свой дом. Кстати, имя Марфа, я не знал этого, но имя Марфа буквально означало с арамейского «госпожа». Если вы прочитали текст, то вы, наверное, заметили, что она и действует как госпожа. То есть она знает, что, куда должно быть, где, как должно быть. Госпожа Марфа. И она возглавляла этот дом. Откуда я это знаю? Ну, потому что в нашем тексте так написано. Пришел он в одно население. Здесь женщина имени Марфа приняла его в свой дом. Не Марфа и Мария приняли в свой дом, не Марфа, Мария и Лазарь, а Марфа приняла в свой дом. Откуда у Марфы дом? Я не знаю. Кто ей подарил его? Не знаю. Вполне возможно, некоторые комментаторы пишут, может быть, она была вдовой. Вполне возможно, муж умер, она осталась главой этого дома. Но мы видим, что она была начальницей этого дома. Она была госпожой Марфой. У Марфы была сестра Мария, брат Лазарь. Но я хочу, чтобы с помощью этих сестер, Марфы и Марию, мы с вами увидели, что же характеризует ученика Христа. Какие отличительные характеристики? И первая характеристика – это истинная любовь ко Христу. Откуда я нашел такую характеристику? Ну, во-первых, мы видим с вами, что Марфа и Мария, они обе любили Христа. Марфа любила Христа, потому что она готова была открыть свой дом странникам. Она готова была открыть ему именно свой дом. Как я сказал, возможно, Марфа была вдовой, я не знаю. Но Марфа из-за своей искренней любви ко Христу решается принять и его, и учеников у себя дома. Представьте, две женщины принимают 13 мужиков у себя дома в то время. Как это возможно? Я скажу вам, это возможно только если ты знаешь и любишь этого человека, если ты искренне полюбил этого человека. Также мы видим, что Марфа готова, готова служить Христу. Это от любви. Ты никогда не станешь кому-то что-то там делать просто так из-за того, что ты обязан. Она готова была это делать. У нее была любовь. Но я думаю, еще больше этой любовью была показана у Марии. Смотрите, как только Христос зашел и начал учить, Мария находит самое близкое место ко Христу. Какое место? У ног. Ну, я не знаю, ближе уже некуда. У ног Иисуса Христа. Она находит это место, потому что она любила Господа. Она хотела быть близко к Нему. Еще больше подчеркивает любовь Марии повествование из Иоанна 12 главы. Это, конечно, будет чуть позже. Но это показывает нам, насколько Мария любила Христа. В 12 главе, в 3 стихе мы читаем, что Мария взяла сосуд чистого нардового масла, когда Христос с учениками опять сидели в доме. И она, разбив этот сосуд или разбив горлышко сосуда, вылила его ему на голову и на ноги и волосами оттирала. И помните, тогда ученики, начиная с Иуда Искариота, кстати, они начали роптать и говорят, к чему такая трата? Этот сосуд чистого нардового масла стоил 300 динариев. 300 динариев – это годовая зарплата обычного человека. Вот представьте себе, что вы сейчас взяли, купили духи, я не знаю, какую-то дорогую вещь, годовую зарплату свою потратили. Сколько у нас средняя годовая зарплата, я не буду говорить, вы сами знаете. Потратили годовую зарплату, затем просто вылили ее. Такое возможно сделать только тому человеку, которого ты очень сильно любишь. Согласитесь? На другого человека ты это не сделаешь. Никогда. И вот здесь мы видим, Мария, она реально показывает свою любовь ко Христу. Она любит его. Кстати, когда она выливает нардовое масло, это была другая Мария, не та, которая, знаете, еще была там одна Мария, называется Мария Магдалина. В Луке 7 главе описывается, это Мария Магдалина, которая была грешницей, она пришла, и она тоже вылила, кстати, сосуд драгоценного масла на Христа. Но это другое событие, чтобы вы не перепутали. Вот здесь мы видим, Марфа и Мария, они любят Христа. И это первоотличительная черта. Искренная любовь ко Христу характеризует учеников Христа. Но не только это. А, кстати, друзья, в первом послании к Коринфянам, мне очень нравится, как Павел то же самое говорит. Павел говорит в первом Коринфянам 16 главе. Помните, он говорит, кто не любит Господа Иисуса Христа, там есть одно очень строгое Слово. Он говорит, анафема. Кто не любит Его, тот да будет проклят. Истинный ученик Христа – это тот, который любит Его. Но есть и вторая характеристика. Вторая характеристика – это желание учиться у Христа. Смотрите, Мария находит самое близкое место ко Христу, Его ног, но не просто так, чтобы сидеть рядом с Ним. Мария слушала Слово Его. Написано, да? Смотрите, она села у ног Его, ног Иисуса, и слушала Слово Его. Интересно, что положение у ног – это было положение ученика. Может быть, помните, Павел даже когда говорил о себе, он говорит, я был воспитан где, помните? У ног Гамалиила. Это положение ученика, тот, кто учится. И, кстати, в английском переводе здесь сказано, что она слушала Его учения. Христос зашел в дом, он сел, он начал учить, и Мария готова была внимать к каждому слову. Она учится. Она хотела учиться. Знаете, это не так, как было у одного моего друга, который, еще учащийся в университете, решил рассказать Евангелие одной сокурснице своей. И вот он пригласил ее, говорит, давай, я тебе расскажу одну важную весть. И сидят, он ей рассказывает Евангелие, рассказывает о Христе, рассказывает о покаянии. Она сидит на него, так смотрит, смотрит такими внимательными глазами. И в конце он говорит, ну что ты думаешь? И она такая говорит, мне бы такого мужа. И он говорит, да что ты, я тебе Евангелие рассказываю, а ты о муже думаешь. У Марии было не так. Мария сидела, она готова была ловить каждое слово Христа. Она хотела быть рядом, чтобы не пропустить ни одного его слова. Она готова была учиться. По словам Христа, в 42 стихе Христос говорит, Мария избрала самую благую часть, которую только можно было сбрать. Он говорит, это то, что не отнимется у нее. Это то, что не отнимется у ученика Христа. То, чему мы научимся у него не отнимется у ученика Христа. Вы знаете, еда, обед, любые другие вещи у нас пройдут и больше не останется. Другие вещи они сейчас есть, потом их нет. А вот то, чему мы с вами научимся у Христа, то останется с нами. Это не отнимется у нас никогда. Это то, что Христос похвалил Марию. Он говорит, это то, что благая часть, которая никогда не отнимется у тебя. Кстати, еще один важный момент, то, что Мария была женщиной и училась у ног Христа. Только подумайте, в той культуре женщина сидеть, учиться у ног Христа, это было достаточно радикально. Более скажу, это было немыслимо, скорее всего. И сегодня, когда христианство обвиняют в авторитаризме, в шовинизме, в лишенном терпимости и так далее, в реальности абсолютно все наоборот. Именно христианство и христиане всегда были на защите тех, которые слабые, тех, которые были лишенные чего-то, тех, которые были унижены. Именно христиане и христианство. И этот пример показывает, Христос не отгоняет Марию и не говорит, так, Мария, иди-ка помогай Марфе там, ты чего здесь расселась, твое дело там идти заниматься кухней. Нет. Он наоборот говорит, это ее лучшая часть, это то, что она избрала, это самое лучшее, что она могла избрать. Братья и сестры, желание учиться – важнейшая характеристика ученика Христа. Важнейшая характеристика. Тот, кто любит Христа по-настоящему, будет хотеть учиться у Христа. Евангелие от Луки в 6 главе, в 47 стихе, Христос говорит, «Всякий, приходящий ко Мне, и слушающий слова Мои и исполняющий их». Там Христос говорит, я уподоблю человеку разумному, уподоблю настоящему ученику. Вот этот настоящий ученик – всякий, приходящий и слушающий, учащийся у Меня и исполняющий. Но есть еще одна характеристика настоящего ученика. Я назвал желание служить Христу. Если мы говорили, первое – это искренная любовь ко Христу, второе – это желание учиться у Христа, третье – я назвал желание служить Христу. Друзья, мы не можем упустить тот момент, что Марфа, будучи учеником Христа, потому что мы видим, что она реально любила Христа. Мы видим, что она хотела послужить Христу, она хотела послужить ученикам от Его сердца. Она открыла свой дом, она дала возможность им отдохнуть, она пыталась приготовить что-то на стол. Ее желание приготовить хороший обед или, так сказать, не ударить грязь лицом перед Христовыми учениками в итоге подвели Марфу. Но при всем этом мы видим, что Христос ни разу, нигде не осуждает Марфу за ее желание служить. Он не говорит, ах ты, Марфа, ты занималась не тем делом. Как ты могла служить, когда я здесь учу? Он так не сказал. Он нигде не осуждает ее именно за желание служить. Более того, из Писания мы знаем, что служить предписывается ученикам. Если мы истинные ученики Христа, то это то, что Писание говорит, мы должны делать, мы должны служить. Но с самого начала Христос, когда уходил с этой земли в 28 главе Матфея, Он говорит, идите, не сидите, не лежите. Он говорит, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына, и дальше, уча их соблюдать все, что я повелел вам. Это повеление. Повеление идти и служить. В Евсианом 2 главе, в 10 стихе апостол Павел пишет, «Ибо мы, Его творение, то есть мы созданы Христом, мы, дети Божьи, мы созданы во Христе Иисусе на добрые дела». Добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Это повеление служить. Дорогие братья и сестры, истинный ученик Христа характеризуется своей любовью ко Христу, своим желанием учиться у Христа и своим желанием служить Христу. Характеризует ли это вашу жизнь? Вы знаете, разбирая этот текст, я задавал себе этот вопрос. Характеризует ли это мою жизнь? Я называюсь учеником Христа. Я хочу быть послушным Христу. Я хочу быть тем, кого бы Он называл учеником. Но характеризует ли это мою жизнь? Я, конечно, с одной стороны понимаю, что наша любовь, я понимаю, что наше желание учиться и даже наше служение, оно всегда будет далеко не совершенным. Несовершенным, никогда не будет совершенным. Но это желание есть у нас, должно быть у истинных учеников. Именно поэтому я хочу, чтобы каждый из нас сегодня проверил себя, проверил свое сердце. Особенно, особенно если вы сейчас сидите здесь и говорите, а у меня нет такого желания. У меня нет этих характеристик. У меня нет никакой любви ко Христу. Я вообще не понимаю, что это такое любить Христа. Я вообще не понимаю, что значит учиться у Христа, что это такое. В этом случае, может быть, вы вообще не являетесь учеником Христа. Именно поэтому нам нужно постоянно возвращаться к этому и смотреть, что характеризует настоящих учеников Христа. Чем они отличаются от других людей. И это как раз ответ на наш первый вопрос. Мы характеризуемся, или настоящий ученик Христа характеризуется своей любовью к Нему, желанием учиться у Него и желанием служить Ему. Но есть и второй вопрос. Второй вопрос, который поможет нам понять жизнь ученика. Так как мы понимаем, что Христос здесь проходит свою работу с учениками, и Лука составляет повествование таким образом, чтобы показать, что Христос учит, как жить ученикам после того, как он уйдет от них. Так вот, второй вопрос, который помогает нам понять жизнь ученика, это какое служение ученика угодно Христу. Как мы сказали, что ученик характеризуется любовью, желанием учиться и желанием служить. Вот интересно, что очень часто в желании служить мы где-то уходим в одну или в другую крайность. Либо мы уходим в крайность, где мы вообще постоянно задействованы до такой степени, что мы не можем продохнуть. Либо мы говорим, а, я вообще ничего делать не буду. Вот какое служение ученика угодно Христу. И я думаю, наш текст очень хорошо это объясняет. Посмотрите с сорокового стиха, что произошло здесь. Мы читаем, что Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала, «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну у меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ, «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом. А одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Я думаю, для того, чтобы понять, какое служение угодно Христу, нужно понять, что пошло не так у Марфы. У нее было хорошее желание, согласитесь? Она хотела послужить. Она любила Христа. Но что у нее не сработало? Давайте посмотрим, что происходило в сердце и разуме Марфы. Во-первых, мы видим, что внимание Марфы было смещено. Ее внимание было смещено. Что это значит? Смотрите, мы читаем, что Марфа заботилась. Марфа же заботилась о большом угощении. И буквально эту фразу можно перевести как «Внимание Марфы было смещено на большое служение». Вот это угощение буквально слово «диакония». Диакония, знаете, да? Диаконы. Те, кто служит. Вот у нее было внимание смещено на большое служение. Вот эту диаконию. И в английском, кстати, хорошо перевели, у нас нет этого текста, но там сказано, что Марфа была «distracted». Знаете такое слово «distracted»? То есть она была увлечена или отвлечена чем-то. Она была отвлечена тем, чтобы приготовить большое угощение. В какой-то момент Марфа посчитала, что это гораздо важнее. Гораздо важнее, чем то, что говорит Христос. «Мне это важнее, мне это нужнее». Что происходит дальше? Как только у нее внимание сместилось, в ее сердце появляются переживания. Где мы их видим? Мы видим это, когда Христос отвечает ей в 41 стихе. Он говорит ей «Марфа, Марфа, ты заботишься». Христос говорит, что она заботится. И опять же, вот это слово, оно буквально значит, что возникли в ее разуме переживания. В английском, кстати, тоже хорошо перевели. Там сказано «you are anxious», «anxiety». Знаете такое слово в английском «anxiety», когда у тебя все внутри вдруг начинает переживать. «А что же дальше будет? Ой, столько народу пришло, как же я их сейчас буду всех кормить? А куда мне бежать? А что мне делать? А что мне готовить? Как мне все приготовить? А как мне всем угодить?» И тут у нее начинается вот эта anxiety внутри бурлить. Эта anxiety приводит к следующему моменту, который происходит в сердце и разуме Марфы. Мы видим, что у нее возникает раздражение. Откуда мы это видим? Мы видим, что когда Христос говорит «ты заботишься» или «ты переживаешь», и дальше он говорит «суетишься» о многом. Она переживает, и затем слово «суетиться» – это буквально строить проблемы или причинять проблемы. По-другому еще можно сказать, что она уже стала в состоянии внешнего раздражения. То есть если вот эти переживания, которые у нее были внутри, они у нее бурлили, то вот эта суета, как у нас переведено, или внешнее вот это раздражение стало проявляться уже внешне. Ну и вы наверняка понимаете, о чем здесь говорится. Наверняка хозяйки хорошо это знают. Или вы сами знаете, когда вы ждете кого-то гостей, и понимаете, что нужно приготовиться. И в этот момент начинается суета, начинается вот этот вот anxiety внутри. Так, а что же произойдет, а сейчас приду, а как это будет? И тут начинается, а муж не так поступил, а муж не туда положил, или там жена не так сделала, не то сказал. Начинается не просто anxiety, но начинается внешнее раздражение. Более того, у Марфы вдруг возникает еще чувство оставленности. Когда она подходит ко Христу и говорит, моя сестра, смотрите, в строковом стихе она говорит, сестра моя одну меня оставила служить. Да я вообще тут одна все делаю. Да я вообще тут все одна должна делать. Моя сестра бросила меня полностью. И в итоге это все выливается, знаете, во что? Это все выливается в обвинение. Все ее внутренние, все ее внешние чувства в итоге выливается в обвинение. Но самое главное обвинение кого? Кого она обвиняет? Вы заметили? Она говорит, господи, или тебе нужды нет? Буквально она говорит, do you not care? В английском сказано. Ты что, вообще не переживаешь, что тут сейчас будет? Тот, кому она хотела послужить, вдруг становится виноватым. Ты же вообще не переживаешь ни о чем. Похоже, что-то ученики говорили, когда они оказались в лодке. И лодку стало заливать волнами. Они подходят ко Христу. Будет его, говорит, учитель. Неужели тебе нужды нет? В английском тоже так же перевел. Do you not care? Что мы погибаем? Мы сейчас все погибнем. Один проповедник сказал, что такое обвинение самое нелепое, какое только могло прозвучать в адрес Христа. Кто, кто, а он точно cared, он точно переживал. Только потому, что ему было важно, он пришел на эту землю и он пострадал. И вот раз, как Джон Маккартур сказал, подобный упрек тому, кто сострадателен и милостив и заботится о своем народе, одно из самых глупых и неприличных заявлений, когда-либо сделанных Иисусом. Теперь только подумайте. Хорошее желание, замечательное желание послужить, быть полезным, в итоге выливается в обвинение, которое можно назвать самым нелепым и самым глупым, которое когда-либо звучало. «Господи, ты что, вообще не понимаешь, что происходит? Ну скажи ей, что такое?» А с чего все началось? А все началось с того, что сместились приоритеты. Вы заметили? Сместились приоритеты. В самом начале, когда Мария села у ног Иисуса, приоритетом Марфы стало угощение. Она решила сделать свое. Марфа заботилась, она переживала, у нее было, не знаете, о большом угощении. Вот это вот смещение приоритетов и, казалось бы, хорошее желание послужить, которое есть у всех истинных учеников Христа, она вдруг превратилась не просто в переживание, не просто в чувство оставленности и просто даже раздражение, но и в обвинение того, кому так хотелось послужить. Дорогие братья и сестры, к сожалению, так часто бывает и в церкви. К сожалению. Вы встречаете христианина, который хочет служить, христианина, который готов жертвовать, который готов приходить в любое свободное время и трудиться. Но через некоторое время вдруг ты начинаешь видеть, что в служении этого человека что-то не так. Все вокруг плохие, все делать ничего не могут, вообще вокруг одни лицемеры. Да я вообще тут один все делаю. Я тут за целый хор сам пою, они просто стоят там помогают мне. Я вообще тут один все делаю, да вообще вся церковь на мне держится. Да и церковь совсем не такая, как я думал. Да, а меня никто не замечает и не благодарит. Я столько здесь делаю, а никто ничего не замечает. Вы встречали такое? К сожалению, такое встречается достаточно часто. Вы знаете, это может происходить абсолютно по разным причинам. Я думаю, две основных причины, которые мы можем здесь увидеть, это, как я сказал, смещение приоритетов, но в чем оно происходит? Мы начинаем любить служение больше, чем Христа. Вот забери у такого человека его служение, ему не нужна будет ни церковь, ни люди, ни Христос. Он любит служение. Это все, что ему нужно. Он себя нашел в служении. Приоритеты полностью сместились. С Христа на служение. Есть еще одна причина, по которой, я думаю, такое может происходить. Это когда служение начинает уводить нас от Христа. Когда мы не просто любим служение, а когда служение просто уводит нас от Христа. И, к сожалению, достаточно часто люди прикрывают свое отсутствие в церкви, отсутствие на изучениях Писания, отсутствие общения с верующими своим служением. Ну, как я могу пойти на служение? Я слишком занят. У меня же столько дел нужно сделать. Как я могу прийти на собрание, слушать проповедь? Да вы что? Мне же нужно там песни подготовить. Или мне же нужно обед приготовить, у меня же гости придут. Да мне же нужно еще что-то сделать. Как я могу прийти на служение? Мне же нужно людей встретить у входа. Мне же нужно тех проводить, этих встретить. Как я? Не, у меня на служение вообще времени не хватает. Вы что? У меня столько дел. Ну, поймите, вот это как раз и происходит смещение приоритетов. Вот как только мы сместили приоритет, как только мы ушли от приоритетов, где Христос является центром, все. Как только служение займет место Христа, мы с вами окажемся в положении Марфы. Мы окажемся в переживаниях, мы окажемся в раздражении, мы окажемся в чувстве оставленности. И в итоге мы будем обвинять всех и все вокруг, и в итоге обвинять самого Христа. За то, что Он нам так сделал. За то, что Он нас поставил в такое положение. Мне нравится, как Иисус отреагировал на Марфу, братья и сестры. Если бы Он так не отреагировал, я думаю, нам бы было очень сложно, мне было бы очень сложно. Потому что, ну, иногда я понимаю, что мы где-то все попадаем в подобную ситуацию. Но мне нравится, что Христос отвечает «Марфа, Марфа». Он отвечает очень кротко из сострадания. Он говорит «Марфа, Марфа, ты переживаешь, ты раздражаешься из-за того, что хочешь что-то показать. Ты не хочешь ударить в грязь лицом». А на самом деле, Он говорит, одно только нужно. Одно только нужно. И это, кстати, не еда. Знаете, почему не еда? Ну, потому что во второзаконии, во восьмой главе, в третьем стихе написано «Ни одним хлебом живет человек, но всяким словом исходящим из уст Господа живет человек». Братья и сестры, опять же, Христос здесь не говорит, что человек в своей жизни должен только учиться, что он должен только сидеть и ничего не делать, что его обучение будет всегда только вместо служения. Нет, мы уже сказали, что служение необходимо, что служение – это отличительная характеристика ученика Христа. Но этот текст показывает нам, что Слово Божье является наивысшим приоритетом над всем остальным. И как только этот приоритет смещается на что-либо другое, как только этот приоритет куда-то ушел, все сбивается. Как только мы потеряли истину, как только мы потеряли центральность Слова, все сбивается. Мне очень нравится, как Дональд Уитни сказал «Никакая духовная дисциплина не является более важной, чем принятие Божьего Слова». «Ничто не может заменить его. Просто не существует здоровой христианской жизни, если она не питается молоком и твердой пищей Писания». Не существует, братья и сестры. Невозможно ничем заменить, никаким служением никогда невозможно заменить здоровую духовную жизнь, заменить Божье Слово, чтобы была здоровая духовная жизнь. Никогда. Я надеюсь, что у вас возникает тот вопрос, который мы задали в самом начале. Окей, мы посмотрели, что с Марфой было не так, но какое же служение ученика Христа угодно ему тогда? То есть, если то, что Марфа делала, было неправильно, какое же служение угодно? Я хочу, чтобы мы с вами поставили три таких основных приоритета. Или я бы так сказал, приоритеты в служении Христу. Как они строятся? Самое первое. Самое первое, в чем приоритет в служении Христу должен быть, это наши личные отношения со Христом. Дорогой друг, дорогой брат, дорогая сестра, если у вас нет личных отношений со Христом, то не может быть и служения. В таком случае, если у вас будет служение и нет личных отношений со Христом, ваше служение превратится во что угодно, но не служение Христу. Это будет работа, это будет отработка, это будет желание заработать какие-то поинты у Бога или что-то еще, но это не будет служение ради него, для него. Никогда. Во втором послании Коринфянам, 5 главе, 14 стихе, у нас этого текста нет здесь, но там Павел говорит, ибо любовь Христова объемлет нас. Любовь Христова настолько захватывает нас, что мы просто в ней. Если нету этих отношений к любви к Христу, если нет личных отношений, все остальное становится бесполезным. Второе, второй приоритет в служении Христу, и я их сделал специально по приоритетности, мы их не можем поменять. Личные отношения идут на первом месте. Второе, я назвал принятие проповеди слова. Мы не можем пренебрегать собраниями и проповеди слова даже ради служения. Каким бы замечательным служением ни было. Ну, я, с одной стороны, конечно, понимаю, что бывают моменты, когда нам нужно где-то уйти, но если это происходит постоянно и непрестанно, каждое служение, мы находим в себе отговорку и говорим, слушай, мне нужно делать то, я не могу быть на служении, мне нужно делать это, я не могу быть на служении, мне нужно здесь делать, я не могу быть на служении, мое служение, это мое служение, я не могу быть на проповеди. В этом случае мы пренебрегаем той работой Божьей благодати, которую Бог совершает через проповедь слова, через учение. Не существует, как мы с вами прочитали, здоровой христианской жизни, если она не питается Писанием. В Иоанна Гелия Атриана 8 главе Христос говорит, кто от Бога, тот слушает слова Божьи. И он потом говорит тем, которые не слушают, он говорит, вы потому не слушаете, что вы не от Бога. Очень отрезвляющие слова. Сами от Бога мы хотим слушать, мы хотим питаться Писанием. И третий приоритет, который я поставил, это служение ради Христа. Какое служение угодно Христу, это служение ради Христа. Очень важно помнить и напоминать себе, что мы не служим просто перед людьми. Более того, мы вообще не служим перед людьми. Наше служение прежде всего перед Богом, прежде всего ради Христа. И как только оно перестает быть таковым, мы уходим от правильных приоритетов. Интересно, что в Евангелии от Матфея, 25 главе, кстати, у меня этого текста тоже здесь нет на PowerPoint, но в 25 главе Христос говорит о праведниках. Он говорит, праведники скажут ему в ответ. Когда он говорит, вы меня накормили, вы меня напоили, когда я жаждал, накормили, когда я был голоден. И он говорит, праведники скажут ему в ответ, Господи, когда мы видели тебя алчущим или хотящим есть, или накормили, или когда мы видели тебя жаждущим и напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или ноги мы одели, когда мы видели тебя больным или в темнице, или пришли к тебе. И заметьте, что Христос говорит, царь скажет ему в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Вот таким должно быть понимание нашего служения. Мы делаем все ради Христа. И это нужно напоминать сами себе. Я должен напоминать это сам себе. Я не могу просто так это делать естественно. Наши служения склонны скатываться на то, чтобы думать о том, что подумают люди, а как люди скажут, а как они отреагируют, а что они сделают. Но мы должны сказать, что служение прежде всего ради Христа. Братья и сестры, дорогие, Марфа научилась служить таким образом. Знаете, откуда я знаю? Далее в Евангелиях мы читаем, что Марфа служила. В Евангелии от Иоанна, в 12 главе, в первом стихе мы читаем, что за шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, знакомый наш город, да? Где был Лазарь, умерший, которого он воскресил из мертвых, там приготовили ему вечерю, и Марфа служила. Заметили? Марфа служила. И Лазарь был одним из возлежавших с ними. Марфа научилась служению ради Христа, или служению, которое угодно Христу. А как вы? Я бы очень хотел, чтобы мы просто оценили свою жизнь на данный момент. Мы сказали, вот чем характеризуется жизнь ученика Христа. искренней любовью ко Христу, желанием учиться у Христа, нашим огромным желанием служить Христу. Но затем, когда мы подходим к служению, мы должны понять, что служение может иметь определенные крайности, когда человек, впадая в служение, теряет полностью приоритет. Он может идти в другую сторону и сказать, о, я могу вообще не служить, я вообще могу ничего не делать. Я хочу вот просто сидеть, пришел на собрание, отсидел, мне хорошо, я послушал и ушел. Это будет неправильно тоже. Это будет другая крайность, о которой мы сказали, что любой истинно верующий человек, христианин, ученик Христа, он будет желать служить. У него будет это желание. Но нам нужно учиться, как это делать правильно. Мне очень нравится, как Чарльз Спержин заканчивает ту цитату, с которой я начал проповедь. Помните, когда он обратился и сказал, что вот там человек, который вынесло, который на камни, и он говорит, я бы не был удовлетворен лишь тем, что я живой. Если бы я лежал при кованом кровати, кто-то сказал бы мне, ну ты знаешь, что ты живой. Ты при кованом кровати, но ты же живой. Он говорит, я бы сказал ему, что мне этого недостаточно. Я хочу быть здоровым. Я хочу чувствовать себя хорошо. И дальше Чарльз Спержин говорит в своей проповеди, Господь, даруй нам не только познание любви Христа, но и проникновение в ее суть, в ее состав, пока мы не начнем жить ей. И пусть благодать Божья поможет нам пребывать в этом. Аминь. Давайте помолимся, дорогие братья и сестры. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за Твое Слово, которое настолько ясно и четко показывает нам, как мы должны жить жизнью ученика нашего Господа Христа. Господь, и сейчас мы приходим к Тебя, осознавая, что так часто мы проваливаем. Проваливаем в своей любви ко Христу, так часто проваливаем в своем желании учиться у Христа, так часто проваливаем даже в своем служении, когда служение вдруг становится для нас более ценным, более нужным, более востребованным, чем сам Христос. Господь, прости нас, пожалуйста. Прости меня, Господь, за то, что так часто служение может уводить фокус от Христа. И благослови каждого из нас учиться вот на этом примере. В примере Марфы, в примере Марии, как мы можем быть учениками, которые угодны Христу, которых Христос скажет добрый, верный раб. Войди в радость, Господин. Благослови нас в этом. Учиться и жить таким образом. Мы просим во имя Христа. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok